Добрый день, Вячеслав! Добрый день! Спасибо огромное за время, за возможность предоставленного поговорить с вами. Очень приятно видеть вас в нашем горячем Дубае. Сразу несколько вопросов о том, что, наверное, удивлены, что есть здесь спортивная академия, хоккейная. Да, наш общий друг, Женя, не бывал, скидывал фотографии, проходят игры, тренировки. Но я думал, что должны быть крытые катки для того, чтобы кататься, просто массовое катание. Но чтобы была какая-то школа, я не знаю. Ну вот это у нас, скажем так, только она открылась. Я надеюсь, что она будет перспективной, потому что, в принципе, здесь других школ нет. То есть, плюс хотим все-таки, чтобы русский хоккейн как-то распространялся по миру. Развивать Дубай. Развивать Дубай. Ну почему нет? Здесь Дубай много национальных, русских довольно много. Сейчас на россиянхе живет около 100 тысяч человек. То есть, довольно большой контингент, в принципе, поэтому... Вы привозили кубок Стэнли в Челябинск. Как люди реагировали? Какое было ощущение? А внутреннее какое было ощущение от кубка Стэнли, когда вы туда его привезли? Ну, скажу честно, второй раз. Я привозил второй раз кубок. И большая разница между первым и вторым разом, даже по самим ощущениям. Что касается реакции людей, как бы сказать, было времени так много, чтобы можно было прям прочувствовать эту атмосферу людей, как они это воспринимают и как плывают. Потому что день был расписан губернатор и конкретно каких-то лицей до школы трактора, где я увидел много детей и, естественно, любителей, которые приводили детей, и любителей хоккея. Ну, народ приходил достаточно, не могу сказать, много-мало, но средний народ был приходил. Так что, я думаю, что интерес был клуб. Вы уже сделали несколько каких-то хоккейных рекордов. Первая шайба в НХЛ была забита, больше всех шайб как защитник был забит. Вот чувствуется внутреннее ощущение уверенности после, скажем так, такого довольно короткого времени, проведенного за команду. Но все-таки вот состояние какой-то основы человека, который уже, как говорится, готов к тому, чтобы быть именно тем, кто вы есть сегодня. Вот есть внутреннее ощущение именно уверенности, играя за эту команду, что вы лучше сегодня? Ну, на что потихоньку отвечать? То, что какие-то рекорды там бьются и ставятся, я перед собой не ставлю этих задач поставить какой-то рекорд или забить больше всех шайб. Что касается уверенности, то уверенность лично мне приходит не от записывающей передачи, а от доверия тренера и игрового времени на льду. Легко с тренером? Рабочим. Как бы есть моменты, где нелегко, есть не легко. Так что приходится подстраиваться. Играешь плохо, получаешь, играешь хорошо. Бывает хвалит, бывает нет. А с языком как? Не испытываете сложности? Да нет, у меня нет такой сложности с языком. Все, что касается хоккея, то я спокойно все понимаю и знаю. То, что касается личной жизни, то я знаю достаточно языка для того, чтобы просто существовать. Я не собираюсь в политику лезть или в космос изучать. Ну, а вот, скажем так, дальнейшие все равно планы есть где-то в мечтах вернуться в Россию? За трактор поиграть? Такое ощущение, что мог бы я вернуться в Россию, думаю, есть, чем нет. Потому что я не люблю загадывать, но все равно, особенно Челябинск. Потому что Челябинск это такой город, где люди, практически каждый, знают, что такое хоккей, знают трактор, знают игроков. Все равно хотелось бы там провести сезон-два. А народ узнает на улице в Челябинске? Был пару случаев. Ну, что все-таки нужно делать для того, чтобы всегда побеждать? Или всегда побеждать все-таки невозможно? Ну, ведь Сочи были такими, ну, представляете, ну, я не знаю, насчет 150 миллионов, ну, миллионов 120, наверное, болело за хоккеистов. И, конечно, это было, наверное, самым сильным разочарованием с Олимпиадой. Вот, ну, что нужно делать? Как? Кого? Тренера нужно? Ну, вот, вы же между собой как-то разговариваете. Ну, это достаточно тяжелый вопрос, и я не найду такого отвита, что нужно делать, потому что я сам звено этого всего, что можно с нами делать. Подбирать правильно игроков, я не знаю. Это можно говорить какой-то вариант, который сразу же будет противоречить какому-то другому утверждению. Так что это тяжелый вопрос, который, я думаю, что на данный момент никто не сможет на меня ответить. Кто-то говорит, идет это со школы, кто-то говорит, тренер не так, кто-то говорит, защитники там еле ездят, кто еще что-то. Так что много всяких вариантов. Мое личное мнение, я не знаю. То есть однозначного ответа не существует? Я думаю, что конкретно какого-то убеждения или такого ответа, или какую-то правду на данный момент, я лично не знаю. Ну, а хочется, чтобы красная машина вернулась. Настоящая красная машина, которая будет победоносной. Да, конечно, только хочется бернуть уже ту команду, которая раньше была, которую все знали, которая все так говорила, что Россия в финале, Россия-Канада, то, что все время бились в самые высокие места с достижением. Но сейчас такое ощущение, что мы просто лишь будем бронзу выиграть. Какое-то неправильное. У меня лично вообще такого, не знаю, задачи такую не переехать, просто делать бронзу. Вот хочется, вот, как играли наши старшие товарищи, можно так сказать, которые выигрывали Олимпиаду, Залимпиаду, Чемпионат мира, до Чемпионата мира и так далее. Нравится жить в Америке? Ну, я бы сказал, что я три года провел в городе, в котором можно сыпьем назад Америку. И я все равно все время думал в России, как бы, что делать, что дальше делать. Лос-Анджелес – это город такой, можно сказать, не американский, потому что там и немножко ноталитет другой, чем в других городах, и русских там тоже очень много, и нет такого, что ты почему-то скучаешь по Челябинску купание, или там какой-то иду русскую, там все абсолютно можно найти, все, что хочешь. То есть русская комьюнити довольно большая, да? Да все, все. Если ты хочешь футбол, хоккейт, нет такого, что где-то ты чего-то не можешь достать, ты можешь абсолютно и все. Люди, которые там живут, в Лос-Анджелесе, солнце круглый год, ты можешь поехать 4 часа на машине, на лыжах покататься, как бы, там нет никаких таких ограничений. Что бы хотели пожелать молодым хоккеистам, которые сегодня только встают на коньки, начинают играть? Вот, может быть, какие-то есть уроки будущих успехов? Да, у меня рано какие-то уроки давать, что-то говорить, но я... Ну как рано? Два кубка Стэнли уже не рано. Мы показали наше последнее международное соревнование, что есть о чем работать, и работать очень как много. В первую очередь хотел бы пожелать то, что, как я столкнулся, и первый тренер мой рассказывал мне, что происходит в школах, чтобы, в первую очередь, родители не лезли на меня, как слушали тренера, и самое главное, ставили задачу перед собой, ту, которую они действительно хотят достичь. Если просто хотят для здоровья, ходить до дна, если хотят вырасти хоккеист, то надо поставить на эту задачу и идти к ней. Не важно, получается ли у тебя, не получается, ты все равно встаешь и знаешь, что ты хочешь. Хоть куда тебя жизнь несет, травмы могут где-то напасть. Самое главное, психологически знать то, что ты хочешь. Огромное спасибо еще раз за время. Было очень приятно побеседовать. Желаем вам громких побед, больших успехов, поменьше травм, все равно они присутствуют в большом спорте. И желаем успехов в личной жизни и здоровья. Спасибо большое. Спасибо большое.